Микс Ньюс Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это программа Разворот. Сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская. В гостях у нас член правления Латвийского общества пчеловодов, пчеловод из Бродзенского края Янис Войновский. Добрый день! Добрый день! Поговорим мы сегодня про мед, урожай, неурожай, цены, пчелы. До города они тоже добрались несколько уже в этом году. В прошлом году был начат проект, в этом году еще на одной крыше в Риге появились пасеки и пчелы. Насколько этот мед можно есть или нельзя, обо всем об этом мы поговорим в ближайшие 40 минут. И вы тоже задавайте свои вопросы, если у вас такие есть. 672 12 93 9 672 13 93 9 и в WhatsApp наш номер 2306191 можете нам писать. Неурожай в прошлом году, говорят, что был на мед. В этом году какие прогнозы? Вы уже можете прогнозировать, насколько урожай или не урожай? В этом году нормальный урожай. Еще сезон не кончился, но природа показывает, что цветы уже все заканчивали. Цветы остались только гречка и вереск, и золотарник где-то еще появляются. и так примерно все. Но урожай в этом году нормальный. Когда начинается сезон вот этот, когда активно пчелы начинают исследовать? Начинается сезон в конце апреля уже. То есть с первыми цветами? Да, первые вербовые, ну, первая верба, когда цветет, уже начинается сезон, и можно уже получить первый вербовый мед, который можно снять. Как долго вообще этот процесс? Вот с момента того, как пчелы, вот вы видите, что они начинают проявлять активность, собирают этот мед, и через какое время вы уже можете вот в этот улей залезть, посмотреть, есть там мед, нет мед, и собрать его? Ну, в улей уже надо залезть в конце февраля, посмотреть, не хватает, не хватает зимних корм, чтобы пчелы вообще смогли дожить до весны. Но потом уже после апреля это интенсивная работа практически каждые 8-10 дней. Надо обязательно что-то сделать, больше помещений для пчел, чтобы они смогли развиваться в нормальном темпе и уже получить мед. Какой мед лучше всего и как вот с ценой на мед? Лучше в начале сезона, в середине, в конце, в какой момент вот эти цены, или есть стабильная цена на мед, и она не зависит? Ну, нет, цена очень очень ходит, но... Даже во время сезона? Во время сезона, конечно, потому что это очень зависит, какой был прошлый год, хороший или плохой, остались остатки или нет остатков на этот сезон. Это сразу, сразу уже после первого медосбора уже чувствуются какие-то изменения на цену. Так что, например, в этом году цена у меда была такая не очень высокая, поскольку в прошлом году был очень хороший медосбор, но это как-то очень хорошо, и в том же моменте очень плохо. Почему? Потому что вся Европа получила очень хороший медурожай, и в принципе экспорт на мед остановился. То есть нам надо было здесь, на местном рынке только? Ну вот, поэтому надо как-то пчеловодам помогать, и вот когда-то в латвийских времен, когда Латвия, независимая Латвия построила три сахарные фабрики, тогда президент Улменис говорил, что надо в чай ложить три ложечки сахара за каждую фабрику, чтобы они работали хорошо и так. Ну, теперь импортный сахар, теперь надо пчеловодам просить своих потребителей, чтобы они ставили, ну, не полка ложечка меда в чай, а целую ложечку меда. тогда будем, будет и пчеловод и будет у остальных кто-то больше покупать свои продукции, услугу, например. А вы вот сказали про экспорт, в какие страны мы свой мед экспортируем? Ну, довольно много экспортируем на Германию, на Данию, да, теперь кто-то пробует и на Францию, и, конечно, в северные страны все. Любители именно латвийского меда? Да, ну, когда-то были Швейцарии, там сказали, что, ну, они могут только половину меда получить, который потребляют их жители. Но в прошлом году, думаю, что не только Швейцарии, но и финны получили столько меда, сколько никогда не видели, и экспорт в принципе остановился. но это насколько на цену, например, вот в этом году получается, что значит снижается цена? Оптовая цена, это влияет на оптовую цену, очень-очень низкая оптовая цена, меньше, чем самостоимость, это значит, что это плохие, очень плохие новости, это значит, что некоторые пчеловоды просто закончат банкротом или просто закончат собирать мед. Минусы уходят. Уже есть такие сигналы? Да, есть такие сигналы. И сколько это, какой процент может быть, 5-10, половина пчеловодов? Процентов это еще рано сказать, потому что еще не закончился этот сезон, и мы не знаем, какой урожай будет, там же самое Франции, где было очень жарко, мы думаем, может быть, там будет немножко меньше, но кто знает, может быть, все уравнилось, теперь пчелы собирали, но собирают больше, ну, и все будет в порядке Франции, и будет ли неурожай где-то в другом месте в мире, это мы еще не знаем. Вы сказали, что был хороший урожай в Европе, а на других рынках, на России. Мы не слышали, что где-то еще был неурожай, например, очень влияло на цену, это уже где-то 4-5 лет назад, где в Аргентине не был урожай, Аргентина это какой-то третий самый большой экспортировщик, но тогда в Латвии мед был меньше, и цены уже сразу очень хорошо много поднялись, так, чтобы пчеловоды начали получить какую-то прибыль. То есть мы свой мед в Аргентину даже отправляли? Нет, нет, просто аргентинцы не везли на Европу. Соответственно вы могли занять этот рынок. Надевайте наушники, примем звонок, перезвоните нам, вот есть звонок. Добрый день. Добрый день. Как бы ваш гость оценил те обязательства, которые взяла на себя Латвия, подписывая членство в Евросоюзе с ограничением для развития пчеловодства, что можно иметь не больше трех улев на гектар, и как это влияет или не влияет на рентабельность, и что Латвия, будучи достаточно зеленой, или как ее называют самая зеленая страна в Европе, не до конца из-за этих ограничений используют свой потенциал. Спасибо. Спасибо. Ну, скажите. Я не буду так очень компетентно на этот вопрос отвечать, потому что так не очень знаю нюансы на это, но знаю то, что в Латвии еще хватает мест для пчел, можно немножко можно еще использовать, в Латвии как зеленое государство имеет медовую это медовую поля, да, больше, чем мы используем, конечно, в некоторых местах есть напряжение на мест пасыхах, но это гореченее, но думаю, что не очень пока нас влияет. Вот как понять, вот вы говорите про медовые поля и начали рассказывать, когда что цветет, как понять, если в одно время, например, цветет липа и еще какое-то растение, и есть, например, липовый мед, вот как вы понимаете, что это именно липовый мед, а не какой-то другой? Это будет зависеть от того, который растение на этот момент будет в большинстве или который будет вообще что-то выделять нектар. Если пчелы почувствуют, что кто-то из растений выгоднее, чем другие, они быстро определятся и пойдут на это растение. Если, например, в округе цветет липы и цветет, например, это же время, например, василек, или клевер, или летний рапс, тогда они просто разведчики дают информацию, где выгоднее. Пчелы-разведчики. Да, 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 они делают несколько танцев, и одна пчелка прилетела, десять посмотрели, десять улетели посмотреть, это ли правда. Если эти десять прилетели обратно, и они тоже этот танец сделали, через минут пятнадцать, тогда уже все поехали там, ну, полетели. То есть вы все время наблюдаете за тем, как они себя ведут, как они подают сигналы? Нет, не очень, просто если мы хочем получить, например, липовый мед, тогда мы ищем, где уже будет больше липы, да, если мы хотим васильковый мед, мы будем искать, где больше васильок, и пчелам просто не будет много выборов, где летать. Некоторые моменты, когда все равно они, например, половину на половину собирали, тогда выиграет тот мед, который сильнее. По вкусу тоже называется? И, например, этот бой, например, выиграет липа, потому что она сильнее дает свой вкус. Будет только желтая липа, а так липа, в принципе, прозрачная или светлая. Белая. Назевайте наушники, еще один звонок примем. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Будьте любезны, вот такой вопрос, в какие сроки мед засахаривается и если какие-то сорта, которые не засахариваются или какие-то быстрее, с каким это быстрее происходит, объясните, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Предугадали тоже мой вопрос, потому что можно купить вот этот пролиповый мед, да, мы заговорили, можно купить такой красивый, практически прозрачный, текучий, такой приятный мед, а потом он там постоит в банке и засахаривается. Тот, например, не любит и разочарование получается. почему? Это очень-очень нормально. потому что мы тоже, например, стараемся в магазинах представить свежий мед, который жидкий, и через два месяца уже меняем на кремовый мед, потому что этот стал уже твердым. И люди смотрят, такой белый оттенок идет, что это такое. Например, в Литве это знак качества, значит, этот мед самый лучший. мы своих потребителей уже избавили и предлагаем все время мягкий мед, некоторые предлагают жидкий мед. Ну вот, засахаривается каждый медовый сорт отличный, ну, разный. И есть, например, там, вирсковый мед, мед, я сам собираю такой весенний мед, который, в принципе, считается, мед из яблони, он, в принципе, вообще не засахаривается. Или очень через 6-8 месяцев только начинает что-то засахариваться. Есть некоторые медовые сорта, которые вообще невозможно успеть довезти до магазина, например, вирбовый мед, что он уже засахарился. Привезешь на магазин и говоришь, вот, первый мед в этом году, и все люди смотрят, ну, и что там, он же твердый уже. Ну вот, он, в принципе, за 5-7 дней уже засахаривается после медогонки, когда получаем из соты меда. Так что каждый сорт разный, разного отличается. Например, есть лесные меды, темные, которые иногда тоже не засахариваются, или наоборот засахариваются отдельными такими кристаллчиками, но мягкими, да. Это значит, что он даже очень вкусный мед, потому что свойство вкуса как-то повышается даже в момент этого момента, что кристалл выделяет ароматные вещества на жидкого и жидкий очень-очень такой ароматический. Но такого меда в принципе уже купить можно только у пчеловода, если у него какой-то есть такой лесной мед, потому что в магазин такого меда уже никто не предлагает, потому что другие думают, что это какой-то нехороший мед. Но у нас избалованный, да, в этом плане? очень-очень-очень, да. А по вкусам тоже все время надо что-то придумывать новое? придумывать невозможно, потому что этот продукт делает пчелы, и мы можем только искать какие-то медовые луги, где что-то интересное. Ну, например, мой такой я в своей жизни хотел бы еще раз получить мед из валериана, например. Очень сильный такой печатленный такой медовый вкус, практически как капли валериана, да. А он обладает свойствами теми же? Конечно, немножко каждый мед, который собран из разных, ну, из отдельных монофлорных меда, влияет какие-то качества из этого растения. А почему хотели бы, невозможно, нет полей? Нет полей, да, нет полей. Самые индийские, которые профессионально выращивают, мы нашли в Литве, в Шавляе, где-то в Латвии, в принципе, уже нет таких мест, где возможно. Мы продолжим разговор после перерыва на новости рекламы, не переключайтесь. Мы продолжаем программу развороты. Анастасия Смоловская, ведущая, Евгений Копейн, звукорежиссер наш сегодня, член правления Латвийского общества пчеловодов, пчеловод из Бродсенского края, Янис Войновский, с у нас сегодня в студии. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Перед перерывом на новость и рекламу мы затронули тему вот этих полей, что их надо искать, какие-то поля пропадают, как вообще современная вот эта вот сельскохозяйственная цена пчеловодов влияет, ведь и обрабатывают поля тоже разными веществами. Насколько мы можем понимать и отличать этот мед, он там, или пчелы, например, не будут прикасаться к тому, что обработано химикатами? Да, пчелы, это как немножко гарантия для людей, что мед будет чистым, потому что первые, которые прикасаются к этим полям, это пчелы, где что-то не очень хорошие, они просто не летают, ну, летают где-то на другом месте. И это один. Второй момент это то, что если что-то нибудь попадало в нектар, и пчелы это применено, тогда это все-таки остается в организме пчелы. Несколько раз сделали всяких анализов, мы не увидели такого, как сказать, примеса каких-то химических веществ, потому что так и сколько поняли, что первый момент это то, что пчелы просто это не собирает, если собирает, тогда до дома они пока доходят, они несут специальный есть такой мешочек для меда, который может усваивать если какой-то химихат, и через какое-то время пропадает эта пчела. А вот по поводу пропадания бывают такие какие-то массовые вымирания, когда вы понимаете здесь что-то не так было. Ну это мы чувствуем если что-то неправильное, кто-то сделал что-то неправильное, тогда мы ищем инспектора АУГСРДЗИПСДНС. Да, агентство защиты окружающей среды. Да, и они едут и это все смотрят и ищут виновного. Виновный конечно Конечно, это происходит только тогда, если не смотрят на закон. Очень строгие законы на этот счёт есть, и сельскохозяйственники стараются брызгивать этих полях правильным химикатом в правильное время. Например, такие, которые влияют на пчёл, обязательно нужно использовать только, когда растение не цветёт. Если цветёт, тогда только в ночи. Тогда нет проблем у пчёлов, нет проблем у пчеловодов и, конечно, нет проблем у потребителей. А вообще, по поводу этого вымирания пчёл, есть эксперты, которые некоторые опасения высказывают. Это не в Латвии. А вообще в мире можно ли считать, что это какой-то показатель уровня экологии? Да, конечно, это уровень экологии. Вымирают не только пчёлы, но и другие насекомые, даже маленькие животные, которые просто не могут получить свой корм. Например, мы можем видеть, что датчане едут в Латвию, сфотографируют аиста. Почему это? Потому что у них эта птица как национальная, но уже не живут там, потому что нет корма. Ну, если в Латвии не будет что-то перевисеть на счёт сельскохозяйственной химии, тогда здесь в Латвии будет всё спокойно и нормально. Примем ещё один звонок. Называйте наушники. Здравствуйте. Перезвоните нам. 672-12-93-9. 672-13-93-9. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый день. Я вот как раз из тех, я так понимаю, не очень часто встречающихся людей, хотя, может, я ошибаюсь, которые... Если я вижу, скажем, осенью, что мёд жидкий, для меня это повод для сомнения, всё ли с этим мёдом в порядке. Потому что мёд не может не засахариваться. Ну, вот о чём вы и говорите. Это естественное его состояние, и если он в жидком состоянии, то его или грели, что не очень хорошо на нём сказывается, либо ещё чего-нибудь с ним сделали. Вот. Поэтому как-то вот в этом смысле я, наверное, не очень стандартный латвийский человек. Но я вообще о другом. Мне, конечно, очень хочется покупать качественный настоящий мёд. И у меня вообще два вопроса. Один вопрос. Бывает ли у нас действительно какой-то вот моно-мёд? То есть мёд, собранный с цветков одного вида растений. Потому что, ну, вот называют там липовый мёд, там какой-то гречишный. Даже у нас, как ни странно, встречается. Откуда в Латвии столько гречиши? Ну, ладно. И это один вопрос. И второй вопрос. Я вот не помню, но были какие-то способы, как можно проверить, мёд настоящий или всё-таки в него что-то добавили, скажем так, ну, какой-то своего рода махинации, да? Вот если бы вы могли поделиться этой информацией. Так, а как быть уверенным в том, что этот мёд чистый? Спасибо. Ну, да, это очень-очень долгая речь. Надо говорить, мёд, в принципе, я хочу сказать так. Не надо сомневаться, если это мёд по вкусу хороший, там, жидкий или тёрдый, или мягкий, кремовый, это всё-таки всё равно будет мёд. Потому что это было очень-очень давно, когда мёд был мало, мёд был очень дорогой, и сахар очень дешёвый, и всякие такие моменты. В этот момент вообще на этот думать не надо, просто надо, если он ещё жидкий, надо проверить только один показатель, сколько в нём влаги. И это сделать очень-очень легко. Просто возьмём ложечку или палочку, сунули мёд, подняли и смотрим. Если не капает сразу, но льётся, льётся длинным такими, немножко только, ну... Прерываясь. Прерываясь, да. Тогда это будет очень хороший мёд, и никаких проблем с ним не будет. Но если он тик-тик-тик начинает капать сразу, значит, слишком много влаги. Разбавили. Да, но всё равно я где-то читал, что самый лекарственный мёд, это не мёд, а даже нектар. Вообще только, что пчёлы собрали, сразу... То есть можно по баночкам, по бутылочкам... По баночкам уже нельзя, по стаканочкам и сразу надо выпить, или что-то такое. Но это другой момент. Но, как хотел сказать, то, что засахывается или нет, или что, это... В этих времён вообще не надо уже смотреть, потому что есть технологии, есть инструменты, с которыми можно пчеловод даже померить, посмотреть. Есть в каждой партии, в принципе, есть анализ, да, какой этот мёд. И тут купить в этих, ну, в этих времён плохой мёд, это очень-очень редко. То есть фейкового мёда у нас нет? Нет. Если что-то случается с мёдом, тогда на мёд есть этикетка, где написано, кто собрал, можно с ним... связаться и решить эту проблему. Если так случается, это не катастрофа даже. А если человек, например, хочет купить... Прошу прощения. Хочет купить мёд не в магазине, а у производителей, но не хочет, например, ехать. Есть какие-то вот такие, не знаю, крестьянские рыночки, где можно купить мёд? Да, есть такие рыночки, есть ярмарки, но, например, мы уже смотрим, что, ну, нет смысла ехать на ярмарку. Почему? Вот интересно, почему. Латвийские жители уже достигли этого европейского уровня, когда ярмарка только отдых. События какое-то. Да, и вот, например, если, ну, пусть слушатели подумают, как это, ну, выглядит с точки зрения пчеловода. Вот, например, стоит в ярмарке там пиво или какой-то другой напиток, мороженое, например, мёд, там, ещё что-то, какие-то печенье. И происходит такой момент, что приходят посетители, да, кто держит там пиво или сидр или что такое, кто держит в руке мороженое, например, эти все не будут покупатели. То есть они пришли отдыхать и так далее. И всё. И они могут заплатить, например, за мороженое 4 евро, а 5 евро за баночку мёда уже не будет. Просто мы, многие пчеловоды уже просто не едут на ярмарки. Ну, нет смысла. Потому что, ну, когда-то мы это увидели в 90-х годах Германии. И мы думали, что тут происходит, почему это? Как это возможно вообще? У нас стоит очередь, а там все ходят и улыбаются, и ничего не покупают. И мёд, конечно, ещё тяжёлый, надо нести. Кто теперь видел, что кто-то нёс большие эти пакеты с продукцией. Вот такие дела. Так что мы больше смотрим на магазины. Если люди хочут, чтобы пчеловоды поехали на ярмарки, тогда надо попросить что-то купить. А то не будем ехать. А кроме мёда, продаёте ли вы сота? Потому что, наверное, все, кто в детстве с пчёлами был связан, или там, да, у бабушек, у дедушек, возможно, у родителей, всегда это была самая большая сладость, это пожевать сота, когда собирают мёд. Вот это можно приобрести в магазине, наверное, не купишь. Да, это интересный вопрос, и в магазинах были такие, и довольно долго, может быть, ещё кто-то предлагает, но если в магазинах это уже не увидят, значит, никто не покупает. Увы. Если не можем покупать что-то, значит, до этого времени никто не покупал. Если есть спрос, конечно, сразу будет предложение. Нет спроса, увы. А к вам часто приезжают в хозяйство, вот мы там слышали, что вы продаёте мёд, вот так вот вы можете продать? У нас даже мы рекламируемся и просим приехать посмотреть не только мёд, но и пчёлы, как экскурсию даже предлагаем. И учим немножко потребителей, что, как, почему, почему там жидкий, почему засахарный, почему большие кристаллы, почему маленькие. Там гретый мёд или не гретый мёд, это всё мы можем объяснить. Рассказать. Надевайте наушники, примем ещё звонок. Здравствуйте. Добрый день, Сергей Рига. Два вопроса вашему гостю. В пока ещё Соединённых Штатах Америки какое-то количество пчёл, точнее, в нескольких штатах Соединённых Штатов до 2 трети пчёл, к сожалению, подверглись вымиранию. Может быть, ваша федерация наблюдает какие-то тенденции, погибели семей большого количества и так далее. То есть коснётся ли это и ласки. И скажите, пожалуйста, второй вопрос. Насколько, скажем так, производство мёда сократилось или увеличилось в связи с тем, что в 90-х годах, например, были освоены кредиты 24, аграрные наши, или в 2009 году были закрыты сахарные заводы в Леппо, я копился в Елгаве и так далее. То есть поскольку вы откармливаете пчёл, насколько изменился вкус пчёл и сахара как такового для нас, потому что сейчас сахарного тростника уже нет, сейчас распаркам. Спасибо. 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 Ну, что я могу ответить, но американские проблемы у нас долго не будет, потому что Латвия очень, как сказать, яркая страна, у нас идёт очень много всяких растений. В Америке это другая проблема, там пчёлы никогда до этого времени нормально не были, и там были теперь очень большие площади такие, которые занимают одну монокультуру, там мандели или что-то, ну, там кукуруза, там гречка, там ещё что-то другое, пшеница. И пчёлам просто есть только один момент, когда они могут собирать пельцу для выкармливания своих деток, и она одна, ну, как сказать, это как весь год кушать макароны, ну, сколько долго можно кушать. Это мы можем посмотреть на людей, историю, когда в Китае были проблемы с, людям были проблемы с обменом веществ, потому что они кушали только рис, другого ничего не было, да, от риса отбрали всё кожуру, и у них появились какие-то недостатки микроэлементов. Ну, вот, в Америке это одна такая проблема, которую пчеловоды очень хорошо знают, но кто-то всё время эту проблему там поднимает, и ещё, ну, придумая какое-то присыпление, как прилечь деньги, посмотреть, может быть, это мобильный телефон влияет, или что там такое. – Всевозможные исследования. – Да. – А вот, кстати, по поводу… – Ну, ещё там вопрос был, уже какой-то вопрос был, а на сахарные… – Да. – Да. Ну, в принципе, нормальные пчеловоды, конечно, используют сахар, но это только на зиму. Это мне нравится такое пословице, которое датчане сказали, что пчёл можно постраховать, если очень хорошо покормили осенью. Ну, это значит, что, например, в прошлом году был мёд из пати, ну, пати, в мёд, да. Вот этот мёд, первый, который надо избавиться, нельзя ставить на зиму пчёлам, да. – Почему? – Потому что он содержит очень-очень много микроэлементов, а пчёлам микроэлементов зимой вообще не нужно. – Угу. – Все микроэлементы остаётся в желудке, да. Если там желудок полный, тогда представьте, как мы, если у нас был полный желудок, как мы смогли здесь поговорить даже, да. – Угу. – И куда ещё там работать? – Ну, кстати, ещё месяц, например, в уле, где очень-очень такие строгие обстоятельства, там, до минус сразу, где пчёл уже не живёт, уже может быть минус 20 градусов в уле, да. Ну, вот и пчёлы просто начинают нервничать и погибают, поэтому, что они не могут уже укрепить теплоту в уле, да. Ну, вот. Поэтому даже надо использовать, но если кто-то думает, что это влияет на качество мёда, тогда нет, потому что пчёловоды всё время смотрят, не кончился ли этот корм, потому что не даёт столько, сколько они не смогут скушать. И когда начинается медосбор, тогда медосбор начинается рано весной, и пчёлы мёда, который мы сможем снять, ставят вверх гнезда, да, там, где ничего такого нету. И всё зимний корм они скушают, там, потребляют на выращивание нового поколения. Ну, вообще... Рационально. Рационально, да, там. Когда мне кто-то спрашивает насчёт этого, это начинаю уже улыбаться, понимаю, о чём будет речь, но это ничего такого... Ну, как... Устраиваться, как это было в советских времён, когда был почти закон, вот здесь автомашина КАМАЗ, целый груз, давай делай этот сахарный мёд, надо везти на Ленинград, чтобы получить эту премию, да. Норму, норму выполнять. Норму, да, пятилетки, да. Это уже не те времена, и, несмотря на это, если, например, представим себе, что в прошлом году было очень много мёда, невозможно было продать, и те, которые не смогли покормить пчёлы с чистым кормом, у тех, в принципе, погибли пчёлы. Ну, вот. И вторая проблема, у них не было денег, за что купить, да, что-то, и оставили мёд. А что вот с этими пчеловодами, которые, ну, в такой грустной ситуации, и пчёл у них не остаётся, какая-то поддержка от государства, они могут на неё рассчитывать? Да, есть, в Латвии была хорошая поддержка от государства, но в этой весной мы услышали, что поддержка кончилась. Неожиданно для вас? Абсолютно неожиданно, да. И тогда только через протесты мы получили половинку из этой компенсации, которая и думана для того, что покормить хорошо пчёлы, потому что, чтобы избавиться от какого-то риска, надо хорошо покормить, и чтобы это не влияло на цену рынка, на мёд, да, в осень, когда надо покупать что-то. Были субсидии на пчёл, одну семью, но теперь мы в этом году получили только половину из этой суммы. А как вам объяснили, почему такое решение было? Просто нет денег. Почему именно с пчеловодов, почему не с кого-нибудь другого? Ну да, конечно, деньги понадобилось для чего-то другого. Но пчёлы, ну, кому интересно? Пчёлы. Это не подлежит по какому-то европейскому регуру. Ну, пчёлы нету, значит, можно и не даст. Но о своём будущем вы знаете? Сейчас вы отвоевали половину компенсации, а следующий год? Ничего не знаем, потому что теперь новое правительство, новые мысли, что это, что будет с руководством, ну... Но у вас есть яркий представитель в правительстве, это Арманд Крауза? Ну вот, сколько он смог, только половину получить. Да, но это очень-очень мало. Ну, это, в принципе, в эту сезону это будет большой стресс, потому что некоторым пчеловодам, как я говорил, деньги уже нету, с чем покупать что-то, и думать, что-то делать, покормить своих детей, или пчёл, или государство надо принять, что-то, ну, логично. Совсем коротко, у нас буквально пару минут остаётся. Вот по поводу ульев и пчёл в центре города. Три улья было в прошлом году на здании Рижского и Латышского общества, сейчас, по-моему, шесть или восемь на универмаге Стокман. Насколько это рационально делать мёд и пчёл селить в центре города? Ну, очень-очень рационально. Если мы посмотрим, тогда в этот момент вокруг светёт только дни липы, у пчёл, в принципе, нет никаких нужд искать что-то ещё. Город это как теплица немножко, он задерживает ветра, и здесь много воды, есть река, есть всякие другие озера, и здесь есть хорошая влажность. И что самое интересное, что мы уже в 90-х годах академии искусства, были два уля, первые на высоких таких деревянных столбах, и уже сняли первые медосборы, сделали анализы, и там, конечно, ничего такого мы не увидели, и даже видно было, что можно сказать, что даже чище, чем где-то в другом месте, потому что топливо свинца уже не используется, промышленность в центре города в принципе уже давно нету, если есть только тогда ЦО и пиль, а это на пчел не влияет, а ЦО кормливает даже растения, так что не очень плохо, плохо только одно, что городу нет денег, чтобы покормить, не покормить, а снять влияние соли на липы или на других весной, чтобы ушла эта соль от грунта, чтобы дерево можно было нормально развяться, если мы видим, что у дерева есть такое коричневое листье, значит слишком много соли. Везде свои вызовы, спасибо вам, член правления Латвийского общества пчеловодов, пчеловод из Бродсенского края, Янис Войновский, с Блона на студии, программу провела Анастасия Смоловская, помогал звукорежиссер Евгений Копейн, всего хорошего.